привет меня зовут анна мы с вами продолжаем изучать буквы и сегодня последний урок по изучению букв мы знакомимся с буквами мягкий и твердый знак по плану мы поговорим об этих буквах а также обсудим одной из тем многозначность слов твердый знак и мягкий знак буквы нам нужны не читаются никак но в словах важны мы без них совсем не можем песни петь стихи читать и в газету очень сложно объявление подать буквы мягкий и твердый знак очень похожи мы говорили с вами уже про мягкий знак про твердый знак можем сказать практически то же самое мягкий знак он указывает на мягкость предыдущего согласного но не обозначает звука твердый знак точно так же не обозначает звука но указывает на твердость предыдущего согласного посмотрите в ленте букв они стоят в самом конце и не окрашены цветом потому что звуков не обозначает не обозначает при этом твердый знак стоит в одном ряду с буквами гласных звуков а, о, у, э, и, которые указывают на твердость предыдущего согласного, а мягкий знак стоит в одном ряду с буквами гласных звуков, которые указывают на мягкость предыдущего согласного я, ё, ю, е, и. Но если буквы твердый знак и мягкий знак не обозначают звук, и зачем они нам нужны? Давайте проверим. Вот у нас есть слово сел, добавляем твердый знак, получилось съел. Сел или съел. Смысл слова совершенно поменялся, а добавился только твердый знак, который звук это и не обозначает. Вот это чудеса. Давайте посмотрим на следующее слово. Было обеденный, а стал объеденный. Объеденный. Снова появляется твердый знак и совершенно меняет смысл нашего слова. Или было ел, а стало ель. Ел, ель. Мягкий знак тоже поменял смысл нашего слова. Несмотря на то, что твердые и мягкие знаки не обозначают звуков, они нам очень важны, потому что благодаря ним мы можем обозначить точно, четко лексическое значение слова. Мы можем поменять его, поменять смысл слова. Ну, еще наша тема про многозначные слова. Давайте почитаем стихотворение. Есть носы у журавлей. Есть носы у кораблей. Носик есть у чайника, только очень маленький. Посмотрите, пожалуйста, здесь у нас повторяется одно и то же слово. Носы, носы, носик, да? Нос. О каких носах идет речь? Носы у журавлей. Что имеется в виду? Конечно, клюв, птицы. Носы кораблей. Это, конечно, передняя часть корабля. Тоже похоже, вытянутая, да? Похоже на нос. Носик есть у чайника. Обратите внимание, только очень маленький. Тоже, да? Откуда льется у нас вода из чайника, тоже называется носиком. Почему? Потому что все эти предметы и нос у журавля, да? И часть тела журавля, да? Нос. И нос у корабля, и носик у чайника. Они похожи чем? Формой. И обозначаются одним и тем же словом. Вот такие слова в русском языке называются многозначными. Многозначных слов очень много в русском языке. Например, нос или звезда или ключ. Ну что, подведем итог. Мы сегодня говорили про буквы твердый знак и мягкий знак. Сказали, что мы без них не можем никак обойтись при письме. А также поговорили немножко про многозначность слов. Сказали о том, что некоторые слова могут обозначать разные предметы. Ну что, у меня на этом все. Спасибо вам за внимание и до встречи на следующем уроке. Пока!